Новое оборудование для переработки неэкологичных материалов приобрело одно из хабаровских предприятий. Оно позволит увеличить производительность в несколько раз. Средства заводу на льготных условиях выделил Фонд поддержки малого предпринимательства. Вторая жизнь отходов в репортаже Софьи Шульги. Пенопласт мы сортируем на более плотный и на, так сказать, рыхлый, более легкий. Специалист на глаз определяет вес сырья. От этого зависит, при какой температуре и скорости его плавить. На этот завод единственный такого профиля в Хабаровске везут пенопласт со всего города. За 8 часов удается переплавить от 500 килограмм до одной тонны пенопласта. Полученная масса отправляется в Сибирь, где из нее делают тоже пенопласт, но уже другого типа, для утепления фасадов дома и полов. За два года работы компания переработала и поставила на предприятие страны около 200 тонн дробленого пенопласта. Он сделан из отходов, которые поступают с транспортных и овощных баз. Плюс мы еще занимаемся приемкой не только пенопласта, еще и пленочные материалы тоже. Мы их сами пока не перерабатываем, потому что только есть пресс. Мы его прессуем и отправляем в регионы. Не так давно компания приобрела новый пресс для пленки. Он позволит увеличить скорость и объемы производства. У нас было старое оборудование, это пресс для прессования пленки. Он производил где-то тонну в день. Потом мы закупили новое оборудование, которое делает 9 тонн в день. Предприятие купило пресс на микрозайм от фонда поддержки малого предпринимательства. Он выдан по льготной ставке. Вторичная переработка отходов входит в перечень приоритетных проектов предпринимательской деятельности. Данное предприятие, такой вот знаковый, на мой взгляд, пример того, как работают национальные проекты именно экология и малое и среднее предпринимательство. В ближайшее время компания планирует не только отправлять сырье за пределы региона, но и самостоятельно перерабатывать пленочные материалы. Из них будут изготавливать пакеты для мусора и укрывной материал. Софья Шульга, Константин Пестерев, Телеканал «Губерния».